В Казани 15 апреля состоится концерт знаменитого виолончелиста Марка Дробинского. Музыкант, которого критики называют демоном виолончели, выступит на сцене Государственного Большого Концертного Зала имени Сайдашева совместно с Казанским Камерным Оркестром «Ля Примавера». Высшая школа ИТИСКОФУ приглашает на День Открытых Дверей 24 апреля. Старшеклассникам и их родителям расскажут об изменениях в приеме и направлениях обучения в высшей школе. Депутаты Госдумы намерены рассмотреть законопроект о переносе учебного года на 1 октября. Парламентарии считают, что решение благоприятно скажется на развитие внутреннего туризма. Впервые за 25 лет в России выросли продажи книг. Об этом рассказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Он также подчеркнул, что Россия регулярно занимает четвертую строчку в рейтинге издания книг в мире. Нижнекамцы хотят пригласить на 50-летие города башкирского Джастина Бибера. Певец и композитор Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, лидер по заявкам горожан, которые сейчас активно выбирают музыкальный подарок на День рождения города. Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов перенес празднование Сабантуи на более ранний срок. Татарский национальный праздник пройдет не 9 июля, а 28 мая. Рубин по окончании сезона расстанется почти с десятком футболистов. Решение расстаться с целой группой футболистов прежде всего связано с оптимизацией бюджета клуба в условиях экономического кризиса. С 20 по 22 апреля на базе Казанского государственного института культуры пройдет третий всероссийский фестиваль короткометражного кино-телефильма «Иди и смотри». Трехдневное мероприятие будет включать в себя просмотр кино, встречи с создателями и мастер-классы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова